Три матча по цене одного. Видимо, судьями. Он то постоянно ноет, то заставляет своих игроков валяться на льду. Но к плей-оффу Кхелмы еще вернемся. Александр Адулов забросил четвертую шайбу в сезоне. Он поразил ворота Вашингтона. Хорошая инвестиция в будущий контракт. Если вы понимаете, о чем я. 12 заброшенных шайб в Магнитогорске. Этого не ожидал никто. Быстрее бы игры в Балашихе на родном льду команды Авангард. В Металурке Авангард выдали очередной захватывающий матч. 12 заброшенных шайб. Одна команда едва не сравняла счет, проигрывая 1-5. Такого во втором раунде плей-офф не было никогда. В Кхл отреагировали, отметив, что ранее 11 раз соперники за два периода никогда не отличались. Только результат для Магнитогорцев все равно плохой. Они едут в Балашиху, уступая в серии 0-2. И самое страшное, что все по делу. На пресс-конференции Воробьев сказал правильную вещь про то, что в таких матчах нужен определенный уровень ярости. И это правда, а то оказалось, что в двух периодах из трех в игре Металурк проводил матч регулярного чемпионата. Знаете, если что-то не пошло, не страшно, послезавтра приедет какой-нибудь слабый соперник. Агрессия, давление, с которыми не могли бы справиться четыре защитника авангарда, были лишь во втором отрезке матча. И в том, что команда играет так неравномерно, вина тренера. Не научил он Металурк во время регулярного чемпионата, не заставлял терпеть, не готовил к плей-офф. Спортивный результат был, ведь команда выиграла регулярный чемпионат. Но о разнице между ним и плей-офф никто не задумывался. Игроки авангарда, красавцы и речь даже не про блокированные броски, этим публику давно не удивить. Разговор о том, что в самый напряженный момент команда не развалилась. А обороне помогали все пять человек, находившиеся на площадке. И Магнитогорский клуб дрогнул. Теперь шансы уральцев на выход в полуфинал весьма призрачные. И проблема не в истории клуба, который ни разу не отыгрывался со счета 0-2. Дело в характере. Его у Металурга пока не видно. СКА обыграл Спартак 2-1 и теперь серия точно вернется в Санкт-Петербург. Там счет серии равный. Не забивает два матча Андрей Кузьменко. Видимо, в присутствии Алексея Жамнова у него начинает ныть все тело. Вратарь Рейнджерс Александр Георгиев впервые в этом сезоне сыграл на ноль. А в АХЛ дебютировал еще один российский хоккеист. Нападающий Дмитрий Овчинников, просидев весь сезон в запасе Сибири, рванул за океан, подгоняемый своими агентами. Его окружение считало, что хоккеиста недооценивают. Главный тренер Мартимьянов ничего не понимает, ограничивая время игрока. Форвард – это будущая звезда российского хоккея. Не смущало никого, что Дмитрия выбрали в пятом раунде драфта. Это очень низкий рейтинг. Игроков после второго раунда берут на сдачу, не анализируя их сильные стороны. Но тех, кто рядом с Дмитрием, переубедить было невозможно. Сразу после окончания сезона Овчинников растор контракт и уехал в Торонто. В воскресенье хоккеист дебютировал в АХЛ. Пришлось внимательно посмотреть весь матч против Чикаго, чтобы не пропустить ни одной из семи смен, что ему дали в первом матче. Что тут сказать? Обычно, когда хоккеисты приезжают в новый клуб, да еще и в новую лигу, то стараются проявить себя. Со стороны Овчинникова это заметно не было. Его отрядили в третье звено к Абрамову и опытному финну Суоммеле. Шайбу Дмитрий потрогал в первой же смене. Отдал передачу в чужой зоне, а затем слишком поспешно поехал на скамейку. Затем наш игрок появился на льду через полторы минуты. Это, пожалуй, был самый неудачный выход. Наш катался, не понимая, куда приткнуться. Упал в своей зоне, а соперник угрожал воротам Торонто. Три минуты отдыха не принесли результата. После четвертой смены Дмитрия больше не выпускали. Трижды он появлялся на площадке во втором периоде. Снова ничего нельзя вспомнить, кроме потери. А в третьем отрезке матча Овчинников вышел только один раз на 45 секунд. Что тут сказать? Понятно, что по первой игре нельзя делать выводы. Но не было и старания, а это критично. Возможно, Дмитрию дадут еще пару игр. Но если Овчинников не изменится, то его отправят в эскост к Павлу Боголеву. Надо и отметить, что тренер Торонто стал третьим, кто за короткий срок не разглядел талант хоккеиста. До Мартимьянова ничего не увидели в игроке в молодежной сборной. Повод задуматься, а не зря ли это путешествие? Владимир Ткачев забросил две шайбы в матче за Онтарио. В последних 18 играх у Владимира одна заброшенная шайба. Что же такое случилось? И последний, а вратарь Харри Сятери подписал до конца сезона соглашение с Торонто. При этом ничего не сообщается о том, что у него разорван контракт с Сибирью. Он просто приостановлен. Это что же, мы прекратили признавать контракты друг друга? До свидания. Соперник очень плотно играет пусть наших лидеров. Во многих моментах идут двумя на них. Это дает возможность другим игрокам проявлять себя. Поэтому понятно, что они должны где-то сыграть хитрее. Где-то идти на неординарные решения. Не то, что они делают в обычных матчах, скажем так, не матчах, плей-офф. Поэтому я думаю, что сейчас каждый из них будет перестраиваться. Работать тем, чтобы проявить свои лучшие качества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова